По причине того, что количество пациентов уменьшилось в связи с выздоровлением, один этаж ковид-центра закрывается за ненадобностью. С такой приятной новостью началось очередное заседание городского оперштаба. Госпитализация осуществляется в инфекционное отделение, ковид-центра госпитализируется без анализа, и в ковид-центре госпитализируются пациенты, которые имеют положительные результаты. В настоящее время у нас положительные с ковид-плюс находятся под наблюдением 57 человек, 51 контактные. Всего на карантине 108 человек. Количество вызовов на дом также уменьшилось. Если в последние две недели оно достигало 25, то сейчас менее 10. Ситуация постепенно, но стабилизируется. Обращаясь к присутствующим, отметил глава Уварова Владислав Денисов. Будем надеяться, что соблюдение далее всех предписаний и мер даст ожидаемый положительный результат. Семь человек у нас тогда на территории города заболели. Учитывая, что у нас пик подъема там было намного больше, количество лиц, которые сегодня находятся на стационарном лечении, а я отмечу, что на стационарном лечении находятся лица, в которых ситуация намного сложнее с заболеванием, оно уменьшается. Я так понимаю, что у нас две недели назад было более 60, неделю назад было более 40, теперь у нас около 20. Сегодня пока ситуация еще опасна, и она продолжает иметь опасность, и мы должны принять необходимые меры по минимизации всех тех последствий, которые сегодня существуют. Несомненно, что вовремя принятые меры и строгие ограничения стали показателем того, что ситуацию можно контролировать, сообщила представитель Роспотребнадзора Анну Варова. По нашим наблюдениям, нам удалось предотвратить распространение, так скажем, инфекции на наших промышленных предприятиях, несмотря на то, что у нас регистрировались случаи на Граните, на Сахарном заводе, на других предприятиях. В общем-то, очаги, они, так скажем, вовремя были очерчены. Люди получили предписание на самоизоляцию, распространение инфекции не пошло дальше. До сведений присутствующих была доведена информация о том, что в полном объеме начали свою работу детские сады. На следующей неделе откроется первая смена в загородном оздоровительном лагере. Пассажирский транспорт перешел на обычный график работы. Касаются послабления и изменения в новом постановлении областной администрации. Разрешено непосредственное оказание услуги по записям гражданского состояния, по предварительной записи и с участием непосредственного количества лиц не более пяти человек. Также у нас медицинским организациям всех форм собственности и всех организационных форм разрешен прием граждан по предварительной записи. Говорилось на совещании о том, что скоро у старшеклассников заканчиваются экзамены. Вопрос проведения выпускных находится в стадии обсуждения. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.